МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА БУС ПТД номер один Екатерина Кирюшенкова. Екатерина Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Согласны ли вы с тем, что коронавирус как заболевание легочной системы ослабляет иммунитет и ставит нас всех в группу риска по туберкулезу? Есть ли здесь реальные опасения? Нужно отметить, что коронавирусная инфекция не является только легочным заболеванием, это системное заболевание крови. И как любая инфекция, вирусная или бактериальная, она приводит к снижению иммунитета. И если в окружении больного коронавирусной инфекцией присутствует больной туберкулезом, да, конечно, это является риском по заболеванию туберкулеза. Туберкулез больше поражает людей с сниженным иммунитетом. Давайте поговорим о том, что такое туберкулез. Обыватели весьма приблизительно знают о болезни. А что происходит с больным туберкулезом? В чем так называемая физика вещей? Туберкулез – это инфекция, которая вызывается микобактерией туберкулеза. В народе часто ее называют палочкой коха. Эта инфекция передается воздушно-капельным путем и воздушно-пылевым путем. Чаще всего это поражается легкие, так как является органом-мишенью, проникая через верхние дыхательные пути, оседая в легких. Но на самом деле туберкулезная палочка может поражать любые органы и системы, кроме волос и ногтей. Такое заболевание, как туберкулез, нередко сопровождается огромным количеством домыслов. Один из самых распространенных миф – это то, что данное заболевание присуще преимущественно бедным людям, ведущим асоциальный образ жизни. Так ли это? Этот стереотип сформировался еще в советские годы. Раньше туберкулезом болели действительно люди, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие алкоголь, курение, злоупотребляющие наркотическими препаратами. Но в настоящее время заболевают туберкулезом люди, которые имеют снижение иммунитета. А снижение иммунитета приводят такие факторы, как хронический стресс, наличие сопутствующих заболеваний, которые приводят к снижению иммунитета. И в настоящее время болеют туберкулезом люди абсолютно социальные. То есть абсолютно все, можно сказать, сейчас болеют? Да, может заболеть туберкулезом кто угодно. А коронавирус все-таки как-то влияет на заболеваемость туберкулезом? Коронавирус может повлиять только тем, если у пациента имеется снижение иммунитета, и он входит в группу риска по заболеванию и коронавирусом, и туберкулезом. В настоящее время наши группы риска по коронавирусу и туберкулезу, они пересекаются. Группа риска по коронавирусу – это люди больные с сахарным диабетом, анемией. А возрастное ограничение как-то влияет? Люди возрастной категории – это пожилой возраст. Достаточно большая группа риска на самом деле. А часто ли болеют дети туберкулезом? В настоящее время дети болеют туберкулезом намного меньше. Этому сопутствует иммунизация детей в роддоме, проведение иммунодиагностики ежегодно дошкольного и школьного возраста детей. И проведение профилактических мер при выявлении туберкулеза у родителей или ближайшего окружения родственников. Дети берутся под диспансерное наблюдение. Они обследуются, им проводится химия профилактика туберкулеза. И ребенок находится под наблюдением до полного выздоровления родственника. Более заразны. Даже есть такие данные, что один инфицированный может заразить до 15 человек в год. Как можно заразиться туберкулезом и где? Туберкулезом можно заразиться, если рядом находится больной человек туберкулезом. И у него имеется так называемая открытая форма туберкулеза. То есть при кашле, чихании разговора он выделяет в окружающую среду туберкулезную палочку. Рядом находящиеся с ним люди, они инфицируются. И если у этих людей имеется снижение иммунитета, то, конечно, у них риски заболевания туберкулеза повышаются. Если от коронавируса мы носим защитные маски, то можно ли рассчитывать, что маски уберегут нас от туберкулеза? И согласно некоторым данным, его бацилл распространяется в радиусе 6 метров. Конечно, ношение маски защищает нас от заражения не только коронавирусной инфекцией, но и туберкулеза. Но при условии, если эта маска надета по всем правилам, и кратность ее смены тоже соблюдается. Это средство нас защитит от заражения туберкулезом или другой инфекцией на время ее ношения. А туберкулез вообще излечим? Туберкулез – это излечимое заболевание. В настоящее время в нашем медицине присутствует очень много методов диагностики и лечения современных, которые позволяют нам на ранних стадиях выявить заболевания. Молекулярно-генетическими методами определить точность и подобрать препараты, которые будут помогать данному пациенту. И как можно быстрее вылечить. А насколько сложное лечение? Сложности в нашей профессии в лечении присутствуют постоянно, потому что не все пациенты понимают сложности, серьезность своего заболевания, так как туберкулез в большей части случаев не дает никаких симптомов. То есть человек чувствует себя абсолютно здоровым, и очень сложно убедить здорового человека, который думает, что он здоров, принимать такое количество препаратов. Есть пациенты, которые недобросовестно подходят к лечению, или уклоняются от лечения, или они не вовремя, не своевременно с прерыванием принимают препараты, и тогда туберкулезная палочка мутирует и приобретает устойчивость. И тогда лечение становится гораздо сложнее, длительней. Иногда наступают моменты, когда уже ни препараты, ни врачи не могут помочь такому пациенту. А что будет, если не лечить туберкулез? Известны случаи, типа, само пройдет, ну или, к примеру, применение народных средств медицины. Бывают случаи, когда туберкулез, он не излечивается сам, он просто затихает и ждет момента. И при каком-то снижении иммунитета он будет поражать все больше и больше. И тогда лечить придется дольше и сложней. Поэтому при первом же выявлении не нужно уповать на то, что туберкулез пройдет сам. Туберкулез просто так сам не проходит. А вот вы говорите, он может утихнуть. А как это происходит? За счет чего? За счет резервных сил организма. Когда в наш организм проникает инфекция, даже при сниженном иммунитете происходит его стимуляция. И организм направляет все свои силы на то, чтобы справиться с этой инфекцией. И бывают такие случаи, когда пациент, например, молодой, социальный. У него нет вредных привычек, но была какая-то стрессовая ситуация, снижение иммунитета и возникло заболевание. Когда эти факторы были исключены, иммунитет восстановился. И он начал работать на устранение данного заболевания. И немножечко этот процесс воспалительный в легких он остановил. Но туберкулез нелеченный вернется еще с большей силой. Екатерина Борисовна, а какова статистика за последние, ну давайте возьмем 5 лет в Сочи? Что с количеством заболевших? Их меньше? За последние 5 лет мы наблюдаем снижение заболеваемости в городе Сочи и по краю, и в общем по стране. А за счет чего это происходит? Это еще идет за счет того, что наши современные методы диагностики позволяют выявить заболевания на ранней стадии. И новые современные препараты дают хорошую положительную динамику и излечение. А каковы симптомы туберкулеза? Что должно насторожить человека, чтобы он обратился к врачу? Туберкулез достаточно хитрое заболевание, и оно может скрываться под масками других заболеваний. Может скрываться под маской пневмонии, пилонефрита, заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. И очень часто наши пациенты очень долго лечатся у других специалистов. Также туберкулез на ранних стадиях и при маленьких процессах не дает вообще никаких симптомов. Люди чувствуют себя абсолютно здоровыми. Нужно ежегодно проходить профилактические осмотры и как можно раньше выявлять заболеваемость. Но если туберкулез прогрессирует и не был выявлен на ранней стадии, бывают такие симптомы. Это как длительный кашель, с отхождением мокроты. Это быстрая утомляемость, снижение работоспособности, снижение массы тела, потливость в ночное время, повышение температуры тела до 37-37,2 в вечернее время. Если это ребенок, у него наблюдается вялость, сонливость, отсутствие аппетита, снижение успеваемости в школе. Здесь тоже нужно задуматься о том, что это какое-то заболевание. И для того, чтобы определить, к какому специалисту идти, нужно обязательно пойти на прием к терапевту для обследования и дальнейшего направления к нужному специалисту. Вы говорите, нужно проводить профилактические осмотры периодически раз в год. Что из себя представляет профилактический осмотр? Профилактический осмотр для взрослого населения – это флюорографическое обследование. То есть раз в год каждый гражданин обязан прийти в поликлинику, за которой он закреплен по месту жительства, и пройти флюорографию, обязательно получить результат и убедиться, что он полностью здоров. А у ребенка? Ребенок. Детям дошкольного и школьного возраста проводят иммунодиагностику. То есть это реакция МАНТУ и диаскин-тест. Если будут какие-то подозрения, то ребенок будет направлен уже в туб-диспансер к детскому афтезиатру на дальнейшее обследование. А насколько точно эти профилактические осмотры могут показать вероятность заболеваемости туберкулезом? Ну, например, флюорография. Флюорография, она достаточно точная. Если есть патология, то это будет видно на флюорографии, и пациент будет дальше направлен уже к нужному специалисту. Помимо этих моментов, что еще нужно делать для профилактики, чтобы не заболеть туберкулезом? Ну, это вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от вредных привычек, соблюдать правильное питание максимально, радоваться жизни. Как вредные привычки влияют на туберкулез? Это какое влияние они оказывают? Большое или как и все остальное? Они оказывают влияние достаточно большое. Ну, допустим, возьмем курение. Очень распространенная сейчас вредная привычка. Это непосредственно вдыхание горячего дыма через легкие. Идет повреждение нашей слизистой, ее защитных функций. И при вдыхании уже воздуха, когда мы попадаем в контакт с больным туберкулезом, вдыхая туберкулезную палочку, наша слизистая уже повреждена. Она не может выполнить ту функцию, которую она выполняет, если она здорова. Естественно, риски инфицирования и заболевания туберкулезом увеличиваются. К словам, как раз 24 марта – это Всемирный день борьбы с туберкулезом. Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Вот в связи с этим у вас есть возможность сказать напутствие нашим зрителям. Скажите мне несколько слов. Я хочу пожелать нашим гражданам здоровья. Естественно, проходить ежегодно профилактические осмотры для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевание. И если будет нужна наша помощь, мы всегда готовы помочь. Екатерина Борисовна, спасибо вам за столь исчерпывающее интервью. А я напомню, у нас в гостях была заведующая отделением номер 3 для больных туберкулезом органов дыхания КБУС ПТД номер 1 Екатерина Кирюшенкова. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ